Это вечерний хэштег, продолжаем обсуждать страшную трагедию в Перми. Можно ли вычислить будущего убийцу через соцсети? И как понять, все ли в порядке с психикой у одноклассника или одногруппника? Ну и много вопросов к компьютерным играм, в которые сейчас играет молодежь. Вот об этом поговорим в заключительной части программы. Ну вот смотрите, возвращаясь к стрельбе в Перми конкретно. Стрельба в школах, в вузах. Стреляют не посторонние люди, как правило. Они хорошо знают обстановку. И даже случай с этим сумасшедшим подтверждает. Он не пошел в школу, он пошел в университет. Он хорошо знал, что школьникам отступать некуда. Что становится отправной точкой? Это буллинг. Этих студентов, школьников обижают. Что не так, Владимир? Есть предположения? Буллинг здесь, безусловно, тоже является одной из причин. Может быть, что, допустим, человек, как правильно уже говорили в начале передачи, что человека могут обижать в школе, человека могут обижать, условно, дома, допустим, не понимать. То есть это как одна из частей. И вот здесь, наверное, хочется обратиться к телезрителям, особенно, кто в школе учится, быть внимательнее друг к другу. Потому что, допустим, много говорят про то, что есть большая система, что учителя должны передавать в дальнейшем работу с психологом, вот есть определенный чек-лист, но в первую очередь дети должны сами стараться замечать это, понимать это, подмечать с их одноклассниками. Конечно, и не молчать. Ведь есть версии, что он угрожал уборщице, угрожал там кому-то однокласснику. Вот, да, конечно. И здесь вот очень хочется... Хочется у такой немножко уровень, может быть, безразличия. Кто-нибудь скажет, типа, да я тебя убью. И другой скажет, да, это фигня. Ну, что ты там психанул и все. А вот все равно, то есть если он один раз, второй раз скажет, как-то обратить внимание, может быть, даже там самостоятельно поговорить. Самостоятельно не получается. Или страшно, может быть, самостоятельно. Все равно как бы подойти, подойти к кому-то, проговорить с учителем. И вот от учителей тоже должна быть... Потому что, ну, на учителей все нельзя передавать. То есть говорить, это должен быть делать учитель. Должны быть родители, должны быть учителя. И мне еще вот, можно, чуть-чуть добавлю. В целом, по моему мнению, почему такая причина, у нас плохо развита именно культура психологической помощи. Потому что у нас между психологом и другом выбирают обычно друга. То есть между там психологом и там все же собутыльником выбирают там собутыльника. А иногда бывает дешевле пойти к психологу и остановить, допустим, какие-то вот внутренние переживания, проблемы. Да, я абсолютно согласна с Владимиром. И я еще вот раз вернусь вот к тем вот пяти точкам, которые я озвучила. И все-таки вот самой главной отправной точкой, это тогда, когда ты решил свою значимость восстановить за счет вот этой агрессии, то есть мести, вот тогда, когда ты решил мстить. И вот это проявляется как раз-таки в смене образа жизни. Вот оно может быть очень резко. Вот как у нас из Казани за три месяца перестал посещать колледж. То есть это идет вот резкая смена. Вот тут хороший вопрос. Как, что делать с ребенком, если ты родитель? Как с ним говорить? Говорить ли? Максим, я знаю, у вас есть целая программа по поводу буллинга. Расскажите подробнее. Да, у нас есть программа, мы ее будем осенью реализовать, но мы решили в первую очередь работать вот именно с педагогами. Это будут советники директоров, которые победили в конкурсе «Навигаторы детства». Мы привезем специалистов, которые дадут им методологии, как работать с детьми вот именно по антибуллинговой программе. Это там сертифицированная программа. А в том числе, как рассказать детям вот о недопущении. Если ты видишь, то что нужно делать? То есть вот создать это условия такие, что недопущение, вот создание вообще этой атмосферы. И мы надеемся, что это приведет к тому, что будет меньше и травли, и неприятных инцидентов, в первую очередь, в наших школах, где учатся наши дети. Предлагаю сейчас дать слово Екатерине Мизулиной, директору Лиги безопасного интернета, члену Общественной палаты России. Она с нами по-прежнему на связи из Москвы. Екатерина, вот мы сейчас завели разговор о том, что из-за буллинга в том числе происходят такие трагедии. Вы согласны с этим или нет? На самом деле эта информация полностью не соответствует действительности. И те эксперты, которые несколько лет уже изучают эту проблему нападений на школы в России, говорят о том, что только в одном из 19 случаев нападений именно мотив мести, мотив травли был подтвержден. Во всех иных случаях у ребят, к сожалению, более глубокие и другие мотивы. И первый и главный мотив этих действий – это ненависть ко всем окружающим, ненависть к людям и насилие просто ради насилия. Второй момент – это желание совершить суицид. И третий – это поиск смысла жизни, ну, то есть такой экзистенциальный вопрос. Екатерина, спасибо. На связи со студией была Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России. Юль, ну вот видите, не совсем согласна Екатерина Мизулина с нами. Почему не согласна? Вот смотрите, то, что касается буллинга, я еще раз повторяю, это один из факторов. Один. Но это не единственный фактор. Проблема комплексная. Конечно. Еще одна проблема, на мой взгляд, очень важная, большая – это компьютерные игры. Мы знаем, что молодежь повальными увлекается, как и соцсетями. Могут ли вот эти компьютерные игры, стрелялки, шутеры и так далее повлиять на психику здорового человека или нет? Да, безусловно. Теряется грань между реальностью и виртуальностью. И поэтому здесь это тоже очень опасный момент, если родители замечают зависимость уже от этих игр. Это тот флажок, красный флажок, который заставляет родителя, должен заставить родителя задуматься, что нужно уже ребенку помогать от этой зависимости, избавляться. Владимир, хочешь возразить, да? Прям очень сильно хочу, да. Потому что, ну, хочу сказать, во-первых, я сам... Игроман. Ну, не игроман, это уже сложно так сказать. Я сам играю и в детстве, и сейчас продолжаю играть в видеоигры различного уровня. И понимаете, вот процент людей, сейчас видеоигр – это большая такая, ну, уже целая индустрия, и причем это и... То есть сейчас это как отдельный такой уже целый жанр. То есть есть телевидение, есть там театр, есть там музыка, есть видеоигры. Это отдельный блок. Говорить, что в целом видеоигры – зло, это, ну, абсолютно в корне неправильно. Потому что сколько людей играют... Даже шутеры. Сколько людей и сколько людей играют в шутеры? Их огромное количество. Сколько из этих людей идут именно убивать других? Их... То есть, ну, идут именно убивать, совершат насильственные действия. Их, как бы, ну, корреляции здесь прямой абсолютно нет. То есть было много исследований, международных исследований, которые как раз-таки смотрели, как взаимосвязаны именно видеоигры и взаимосвязаны именно насилие. Слушайте, ну, ведь шутеры самые разные бывают. Бывают такие, на которые я вот отрывки видел, там, и кровь, и внутренние органы, и чего только нет. Я не понимаю, зачем нужно. Ну, во-первых, если есть... Атрезолин и них родительский контроль. Во-вторых, вот здесь, кстати говоря, по законодательству хотелось бы сделать такое предложение. Вот если говорим мы про страны Европы, про страны, ну, Соединенные Штаты Америки в целом. Игры, которые вот с особыми, скажем так, жестокостями, то есть там, где вот убийства, отрывают голову, там, кровь и все. А у нас есть маркировка 18+. А как спасает маркировка 18+. Вот, у нас-то она ничего не влияет. А вот, допустим, вот в странах Запада, они совершеннолетние, не могут купить себе эту игру. То есть, может купить родители. Но это уже тогда ответственность родителей за это все стоит. И полностью уже можно спрашивать родителей за это. А у нас в России маркировка никак не влияет. То есть, 18+, приходит 12-летний, можно мне там, там, условно, там, ДУМ, там, все, да, конечно, берите, покупайте. Сергей, согласны, Максим? У нас проблема в том, что люди, в основном, не покупают эти игры, а скачивают бесплатно. Ну да, да, пиратские ресурсы. Пиратские ресурсы, да. Вот, извините, я вернусь в прошлое. Вот, когда я учился, нам рассказывали психиатры, что у нас с нестабильной психикой 3-5% граждан в стране. Года 2 или 3 назад у нас здесь был Всероссийский съезд психиатров. Я был на лекции у главного психиатра России. И я даже слайд себе сфотографировал на мобильник. Он говорит о том, что 15% людей с неуравновешенной психикой. То есть, съезжает из катушек постепенно, да? Увеличивается количество больных. Почему? И 5%, а это влияет все. Вот о чем я говорил. Это верхних интенсивность жизни нашей. Вот эти игры, вот эти вот... В разном возрасте. Это конглаверат таких негативных факторов, которых влияет. И тот человек, который слаб, он этому поддается. И потом он заканчивает или трагедией суицидом, или нападением. Это просто... Это психиатрия. Я думаю, что здесь социологи, социальные работники, они могут только в начальной стадии. Но когда он уже ушел из этого состояния в психиатрию, тут только лечить. Только медикаментозное лечение. По-другому никак. Честно говоря, я позволю себе согласиться с Сергеем. На мой взгляд, имеет смысл запретить все эти жестокие шутеры. Как и создать, я не знаю, киберполицию, внимательно следить за людьми, за молодежью в соцсетях. Чего они там вообще выставляют? Потому что, ну, это мы, на мой взгляд, возможно, я не прав. Давайте еще вопрос. Вот Колумбайнеры, другие личности, организации в интернете, которые в соцсетях, да? Мы вот пока была пауза, начали об этом говорить. Правильно понимаю, что вот эти сообщества, группы, они существуют по-прежнему? И их очень сложно закрыть. Почему? Что с этим делать? Ну, когда они уходят, уже обсуждали это, уходят в какие-то закрытые чаты, то да, их сложно контролировать. Нужно туда внедриться, чтобы понять, о чем они. Если это группы, если это сообщества, открытые, ну, я не вижу проблем для того, чтобы их заблокировать. Так ведь они и сейчас есть. Случилась Казань, случилась Перми, они по-прежнему действуют, насколько я знаю. Вопрос к нашему законодательству и к нашим вот госструктурам. Почему? Если что-то связанное с выборами, то это быстро блокируется. Если что-то связанное с Колумбайном, это не блокируется. Я как общественник, я не понимаю, если это действительно такое есть. Ну, быть может, сейчас дождемся каких-то реальных мер. А, нет, ну, вообще, как бы, да, немножечко контрругмен я хотел сказать. Группы, в которых есть насилие, в котором есть побуждение к насилию, они блокируются сразу же. То есть, допустим, взять того же, этого же стрелка, насколько известно, его пост заблокирован был буквально в течение нескольких минут, и страница в целом была заморожена. Проблема в том, что информацию не отправили в МВД, как бы, ну, это, да, как бы сложность системы. Было бы идеально еще, допустим, если бы сразу в МВД отправляли информацию, но заблокировано было сразу же. Но не везде. А как бы у нас есть возможность у журналистов тогда? Может, там же скриншоты прямо показывали? Ну, во-первых, есть такая фраза, интернет помнит все. Все равно есть логи, которые, как бы, позволяют в течение какого-то времени все равно оставлять эту информацию, но это уже не так просто вытащить, не так просто, как бы, ну, получить из скрины и прочее. У нас на связи еще один эксперт, председатель общественной организации «Право ребенка», известный педагог, бывший член Общественной палаты России Борис Альшулер. Борис Львович, здравствуйте. Какова, на ваш взгляд, главная причина роста числа школьных расстрелов? Проблема в системе образования, в повальном увлечении компьютерными играми и социальными сетями или потому, что детьми никто не занимается? Ну, здесь всегда в этой беде, можно только соболезнованно не выразить, зертвым, две вещи, две проблемы, два вопроса. Первый вопрос – Казань ничему не научила. Каким образом боевое оружие оказывается в руках неадекватных людей, психически больных по существу людей? Второй ваш вопрос, конечно, имеет глобальное значение, и тут мы выходим далеко за рамки, собственно, этих инцидентов. Вот эта вот неустроенность, непрекаянность детей, подростков и молодежи, заброшенность их – это специфика всей эпохи Новой России, всех 30 лет. Как только началась коммерция, как только был принят закон об образовании еще первый, а потом второй, где так называемое дополнительное образование, всяческая досуговая деятельность и прочее, ее выбросили на помойку, образно говоря. А в законодательстве написано, что это ответственность органов местного самоуправления. И когда законодатель это написал, при этом тот же законодатель свел к нулю возможности органов местного самоуправления. Ни денег, ни волны, ничего нет. А что можно сделать на законодательном уровне, чтобы изменить ситуацию? Детьми надо заниматься. Наставники, воспитатели. Вся эта огромная профессиональная пласть совершенно специфической работы, которую детям делают интересно, во время продленки в школах, дополнительные занятия и так далее, спортивные, кадры просто утеряны. Потому что это совершенно не финансируется, этого нет, из школ это выметается. И тут, конечно, на законодательном уровне это можно решить. Но есть вопрос в тех предложениях, что мы сделали, это был ведь 2011 год, июнь. Например, такое предложение. Дополнительное образование законодательно вернуть под ответственность субъектам федерации, как общее образование. Чтобы не было так, что оно отдано местному самоуправлению, которого фактически нет в стране. Борис Славович, здравые мысли, спасибо. На связи со студией был Борис Альшулер, председатель общественной организации «Право ребенка», известный педагог, бывший член Общественной палаты России. Ну, давайте немного подводить итог. Что делать нам всем, чтобы такие трагедии в будущем не повторились? Я понимаю, что это очень сложный вопрос, но тем не менее. Можно я в первую очередь скажу для родителей, потому что здесь, я согласна абсолютно с Сергеем, очень важна роль семьи. Потому что нужно быть другом своему ребенку и в реальной жизни, и в социальной тоже, в социальных сетях. Делитесь, вообще формируйте культуру интернет-общения тоже. Делитесь позитивной информацией. Очень внимательно изучайте ссылки, с которыми он делится. Интересуйтесь его виртуальными друзьями, особенно если вдруг он с ними встречается в реальной жизни, с которыми раньше не встречался. Смотрите те сайты, которые он посещает, социальные группы. И если в них есть те, которые пропагандируют скулшотинг, экстремизм, суицид, то это однозначно повод для того, чтобы обратиться к специалисту. И сначала к психологу. Психолог уже поймет, здесь нужен уже психиатр, или на данный момент он может помочь, оказать квалифицированную помощь сам. И очень такой важный момент. Если вдруг ребенка что-то настораживает в общении в социальных сетях, если он, возможно, ему даже угрожают, нужно быть очень рядом в этот момент с ребенком и не игнорировать эту ситуацию. Владимир. Ну, хотелось бы добавить еще, что не только родителям, а в целом, еще раз говорю, одноклассникам, учителям, просто если в вашем общении вы видите, что у человека какие-то сложности, проблемы, поговорить с ним, может, провести какую-то эмпатию, и в целом, скажем так, присматривать друг за другом, может, мы в целом станем от этого чуточку и добрее, и с большим пониманием относиться. Сергей Максим, если можно коротко. Ну, наверное, надо работать, чтобы не было равнодушия. Мне, наверное, кажется, что звоночки-то, они поступают, действительно, а вот равнодушие людей. Можно было что-то сделать, можно было в какую-то сторону либо предупредить, либо здесь поговорить. Будем как-то работать, медиа-контент, может быть, надо положительный создавать. Лидер должен быть дома, например, отец, в школе учитель географии или биологии, в спортивной секции должен быть тренер. У ребенка всегда должен быть рядом человек, на которого ребенок должен равняться. Спасибо большое. Непростая тема, спасибо, что пришли. Надеюсь, по этому поводу мы больше здесь с вами в этой студии встречаться не будем. Ну и, подводя небольшой итог нашего разговора, начиная с массового убийства в школе Колумбайн в американском штате Колорадо, специалисты пытаются понять, как своевременно выявить лиц, замышляющих такие преступления. И главное, что побуждает с виду скромных и безобидных парней убивать. Возможно, что после случая в Перми мы вновь услышим предложение о дальнейшем ужесточении законодательства, связанного с приобретением огнестрельного оружия. Но давайте не забывать, убивает не оружие само по себе, а использующий его человек. Человек, задумавший совершить массовое убийство, скорее всего, найдет способ привести свой замысел в исполнение. Нужно усиливать безопасность школ, садиков, университетов и быть внимательнее друг к другу. Подмечать детали, не молчать, если с вашим коллегой, другом, просто знакомым происходит что-то неладное.